Мы говорили уже о рождении Сына Божьего, сегодняшний мы имеем вечер или наше служение, рождение Спасителя и рождение нашего Спасителя Иисуса Христа, пришествия на эту землю. Когда брат Фольер говорил о том, что читал место Исаии, были внимательны, там было прочитано, что сын дан нам, младенец дан нам, и какие его владычества, и что он имеет. Я напомню Михея, пророка, пятая глава, я с первого стиха и несколько стихов прочитаю. Теперь ополчились, дочь полчищ, теперь ополчись, дочь полчищ, обложи нас осадою, тростью будут бить по ланите судью Израилева. А ты, Вифлеем, Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из себя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало одней вечных. Поэтому он оставит их до времени, доколе они родить, имеющие родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, и в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до края земли. Братья и сестры, и ты, Вифлеем, мало ли ты между тысячами иудинами, из себя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала от дней вечное. Братья и сестры, мы вспоминаем сегодня его рождение, но здесь через пророка Михею Бог поговорил, что от начала дней вечных, от начала сущей. Но он пришел на эту низкую землю, и он родился для нас. Он пришел для того, чтобы спасти им. Говорит, что мало ли ты между тысячами иудинами произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле. Но заметьте, будут бить панамита судью Израилева. Запомните, в того времени, когда Христос пришел на эту низкую землю, и были судьи в Израиле, были судьи, эти люди имели большое уполномочие, власть. Имели от народа и от Бога. Они поступали по закону Божьему. Были справедливее, были подкупные, но были судьи. И если кто-то имел, или хотел, или посмел сказать грубое слово, помните, когда апостол Павел сказал на одного из предсвященников, ты подбеленная стена, помните? И когда ему сказали, что это, ты сказал, а вот... Я не знал. Он извинился. Но здесь говорится, что будут бить полоните судью Израилева. Кто это? Кого будут бить? Кого были полонитом? Какого судью были? Ибо написано, он будет судить праведно. Аминь. Тот, который придет на эту землю, тот, который родился, он будет судить праведно, справедливо. Не так, как судьи Израиля. Не так, как были подкупные. Не так, как были договоренные, могли кого-то покрыть, кого-то простить, кого-то взять деньги. Но этот не будет так судить. Он будет судить справедливо. Он воздаст справедливо. Ибо он достоин славы. Аминь. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из себя произойдет. Здесь говорится, откуда, с какого места. Может ли, что быть доброе оттуда? Может ли, что быть хорошее с этого колена? Но ты говоришь, мал ли ты между тысячами иудинами. Братья и сестры, я не буду сегодня идти исчисления колен и как пришел Христос на эту низкую землю. Но я хочу остановиться сегодня на том, что именно еще через пророка Михея было Господь проговорил о том, что будет сродившимся на этой земле. Заметьте, прежде чем он пришел, он говорит, а ты ополчись, дочь полчищ. Дочь. Заметьте. А ты ополчись, дочь полчищ. Обложили нас осадою. Тростью буду быть полоните селью Израила. Потому что пришел на эту низкую землю, и ты тот, который и... Ты, Вихрием, Ефрафа, ты, который мал ли ты между тысячами, ты не мал. В людских глазах ты очень низок, ты очень мал. Ты невзрачен, ты не... Тебя не считает, может, за город, тебя не считает, может, за столицу, тебя не считает, может, за какое-то... Очень хорошие, прекрасные, уважительные, но ты не мал в очах Божьих, ты в Вихрием, ты, ты, Ефрафа, ты не мал в глазах Господней. Почему? Потому что от тебя придет тот, который будет судить справедливо, тот, который будет прощать, тот, который будет избавлять, тот, который будет очищать, тот, который будет давать по возмездию своему, аминь, тот Сын Божий. И заметьте только дальше, говорит, и ополчись, дочь. Кто? Кто? Где она? Потому что это говорилось еще о том, через справка Михею Бог проговорил, что придет на эту низкую землю Мессия, Спаситель, за кем? За невестою своей, за голубицею своей, за той прекрасной невестою своей. И он говорит, ополчись, дочь моя, аминь, ополчись, ты немало, ты не незначная, нет, но на тебя ополчись, ибо тебя окружать осадою, но искупитель твой жив, аминь. Он немал между тысячами, он немал между тысячами, он силен. И он говорит, ополчились, дочь полчищем, обложили осадою. Обложили осадою. Братья и сестры, обложили осадою, это заметьте, это не просто, что мы предупреждены, или, допустим, наперед предупреждают, что вот будем, предупреждают, говорят, если вы не соглашаетесь, и людей предупреждают, что мы пойдем в войну, или там другим путем, брать или достигать своих целей. Обложить осадою, это сделать внезапно, неожиданно, там, где ты не думаешь, там, где ты не ожидаешь, это обложено будет осадою этих демонических сил, для того, чтобы восстать против тебя, дочь, говорить, они ополчились полчищем. Пойми, не один, он, этот пророк Михея, Бог проговорил, невеста Голубича, дочь цара царей, против тебя будет обложено полчища, осады, но помни, что ты не мал, ты не мал среди этих, ты не мал среди тысячи, почему? Ты должен быть владыкою, аминь. Владыкою, и мы слышим, как брат Валера читал, и владычество на ременах его, аминь. И должен быть владыкою в Израиле. Заметьте, владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало одней вечных. Заметьте, одней вечных. Если было сказано одней жизни, то это было одни исчисления существования Земли, там сколько тысяч лет, или сколько миллионов люди считают, разные есть счетводы, которые пять, семь тысяч, миллионами считают, это заблуждение. Но здесь не говорится одней жизни, одней вечных, от начала сущих, аминь. Он есть, Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Он от начала сущих, говорит, поэтому оставить их до времени, до времени. А ты, говорит, Я хочу немножко остановиться. Я хотел бы сегодня возвратиться к прочитанному о том, что мы уже слышали. Вы знаете, я возвращаюсь до Луки, где Братлёна читал, и я хочу немножко возвратиться, почему к этому прочитанному, потому что здесь я буду опять говорить о том же Самом, который пришел на эту Невскую землю Иисусе Христе. Помните, когда родился Иоанн? Когда Иоанн родился на этой земле, его отец Захария исполнился святого духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление Ему, и воздвигло спасение нам в доме Давида отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих». Заметьте, «Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. сотворить милость с отцами нашими и вспомнить святой завет свой, клятву, которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязнено по избавлению от руки врагов наших, служить Ему святости и правдой перед Ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, назовешься пророком Всевищнего, ибо придешь по лицам Господа приготовить пути Ему, даби уразуметь народу Его спасение и прощение грехов их». Здесь Отец И Захарий, Отец Его, исполнившись Святого Духа, проще заговорил. И знаете, когда родился и к чему начало, с самого начала, потому что здесь все очень связано, ничего Бог не делает, не предупредив или не сказал своим рабам. И вот здесь Он предупредил, и как здесь мы слышим, через Захарию Бог говорил, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. было возвещено. Знали. Знали люди, знали священники, знали первосвященники, знали, знали пророчества, потому что они были. Знали. Знали. Но скажите, почему, когда родился Иоанн, Иоанн, и здесь говорит, и ты, Малинас, назовешься пророком Всевичнего, ибо придешь пролицем Господа приготовить путь его и дать разуметь народу его спасение, прощение грехов их. Я говорю здесь о том немножко затрону, что пришел перед тем, как пришел на землю Христос, пришел тот, который приготовил путь для него. Что он говорил, что идет тот, который я не достоин развязать рамень обуви его. Это говорил Иоанн. И видите, о чем о нем Бог говорит, что ты назовешься пророком Всевичнего, ибо придешь перед лицом Господа. То есть, он будет. Но заметьте, при рождении этого великого пророка, который написан до него и после него не будет, не восстанет, ни один ангел не появился на небе. Ни одна звезда не появилась на небе. К чему я веду? К тому, что Бог показал, что когда пришел тот, о котором говорил Бог через святых пророков своих, Господь, как здесь говорит, бывших от века святых пророков своих, и здесь через Иоанна, когда пришел Христос на эту низкую землю, когда родился, то говорит, в той стране были на поле пастухи. скажите, почему Христос не явился Иоанн? Почему Господь не сказал Иоанну иди встреть? Почему? Заметьте это. Почему в этот момент, когда надо было родиться Сыну Божьему, почему в это время в этой стране на поле пастухи, которые содержали нашу стражу у стада своего, и сказал им ангел, почему? И читая это место Священное Писание, я думал, ну почему ангел явился не Иоанну? Почему ангел не сказал Иоанну? Почему Бог не проговорил через Иоанна, что в эту ночь будет рожение и придет это Христос? Промисел Божий показал, что перед Христом пришел перед тем, как назовешься ты, пророком Всевышнего, которым ты будешь перестоять, идешь перед лицем Господа и приготовить путь ему, ты и Иоанн, ты приготовишь и будешь пролицем Божьим. Но я явлюсь ангелом, пошлю ангелов своих и явлюсь пастухом. Почему? Потому что рождается на землю не пророк, а больше пророка, не какой-то сильный муж, нет, но рождается пастыр душ наших и спасителями. Он является простым, незнатным, неграмотным, маловажным, незамеченным, небогатым, нищим, но простым пастухам, потому что он будет доступен самым простым, самым ничтожным, самым грешным, самым падшим, незнатным, маловажным. Он пришел на землю и будет для тебя и для меня пастырем и учителем. Аминь. Слава Вишне к Богу, аллилуйя, слава ему, он достоин, он родился, он пришел и он явился пастухам, показал этим самым, что я пришел не к знатным, незнатным, я даже не явился, не пришел и не сказал тому, который пришел пролицем моим, но я показал, что я и пришел, я не чуждаюсь, я не гнушаюсь пастухов простых, потому что я буду этим простым пастыром и блюстителем душ ваших, аллилуйя, я буду не гнушаться ваших проказ и греха, я не буду гнушаться ваших падений, я не буду гнушаться где вы будете, но я не буду бояться болезней, грехов, что я сквернюсь, нет, я не буду так, как передо мной стояли судьи израильеви, судили несправедливо, я не буду как передо мной были священники и первосвященники действовали несправедливо, а я буду пастырем душ ваших, аллилуйя, я буду пасти, как добрый пастырь на злашных пажетях, аминь, я буду пасти вас, я буду вести вас, я буду заботиться о вас, я буду с вами, я буду охранять вас от хищных волков, и он поэтому там я читал, а ты дочь, то, что он предупредил, дочь, знай, знай, а по то, что будет, ты должна помнить это, что ополчение и засада будет против тебя, но знай, что в тебя есть пастыр, аминь, не бойся осады, не бойся засады его, не бойся заговоров, не бойся этих полчищ, ибо он пошел и пошел против этих полчищ, он тот, который имя чудное, аллилюя, он тот, который восстал против этих засад и осад и полчищ демонических сил, он поразил, он родился до свободы, аллилюя, дать, он родился сегодня, он пришел сегодня, дать мир тебе, мир дому, мир сердцу твоему, аминь, дать эту радость, дать эту спасение, он говорит, я не пришел сказать, и заметьте, что произошло, пение, пение, и ангелы явились, и слава Господня осьяла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, заметьте, которая будет всем людям, не сказано, что которая будет только Израилю, что будет только для народа еврейского, нет, всем, узбекам и таджикам, россиянам, белорусам, язычникам и евреям, но для всех он пришел быть пастыром, аминь, я явился пастухам, потому что я буду для них пастыром, для всех народов, всем людям, ибо ныне родился вам городе Давидовом, спаситель, который есть Христос, Господь, амилюя, и вот вам знак, вы найдете младенца в полинах, лежащего в яслях, и внезапно плыть, и внезапно с ангелом многочисленные воинства небесные, оболчишь. Я возвращаюсь к этому месту, теперь ополчись, дочь полчищем, обложили нас осадою, тростью будут бить полонитом, но ты помни, не забудь, дочь моя, не забудь, когда я пришел на эту низкую землю, я явился пастухом, я явился пастухом, я не явился великим, даже не явился пророку, который шел при лице моим притойть путь для меня, я не послал ангела, я явился ему, я пришел ангел, явился пастухом, и еще не все, великое полчища, множество, воинство, заметьте, здесь идет полчища, обложили нас осадою, а здесь, говорит, и внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, аминь, брат и сестра, если тебя сегодня ополчили и окружили осадой этого полчища, то знай, на тебя смотрит тот, который есть с тобой, с которой пришел он для сегодня, сказать, ты не один, ты не одна, с тобой вождь воинства господнего, полчища небесная, аминь, славы небесной, благодати небесной, мира небесного, власти небесной, могущества небесного, помазания небожьего, и именно силы божьей, аминь, явилась, здесь говорит, обложили, обложили нас осадою, а ты не бойся, не смотри на осаду, не смотри, мы еще будут бить, еще будут бить полонитом за то, что будет говорить правду, будет поступать справедливо, но ты не смотри на это, почему, потому что я, когда пришел на землю, я не один, а воинство небесное, со мной я не пришел один, но я пришел и явилось многочисленное воинство небесное, аминь, какое, говорит, славящие Бога и взывающие, славящие Бога и взывающие, и сегодня Бог говорит, дочь моя, невеста моя, голубица моя, и явилась с ангелом многочисленное воинство небесное, славящие Бога и взывающие. Если ты сегодня получил это спасение, если твоим сердцем сегодня этот Христос, то Господь говорит, что сегодня ты соединись с этим, с этим воинством небесным, сегодня ты будешь вместе с ними, что? славить Бога и взывать. Ты будешь славить Его, что Он явился, что Он пришел, что Он простил тебя, что Он очистил тебя, что Он омил тебя, что Он искупил тебя. Ты будешь славить Его и будешь взывать к Нему, чтобы Он укрепил мысли твои, оминь, и помазал тебя и леньем благодати ты будешь взывать к Нему и говорить слава вишних Богу, аминь. Вот какое взывание. Слава вишних Богу на земле мир, в людях благоволение. Благая воля, угодная, совершенная, братья и сестры, благоволение это не принуждение, благоволение это не за страх ходить в церковь, благоволение это не из-за того, что я хожу в церковь, чтобы мне не попасть в ад. Это не есть то благоволение, о котором пели ангелы на небе. Благоволение это то, что у меня благая и совершенная воля служить Ему, потому что Он мне предложил это, благославить Его. Он предложил мне благославить Его бесплатно, даром спасения. Это благая воля, данная, предложенная мне. И если я хочу Ему сегодня прийти, то Он говорит, что мы должны сегодня это узнать. Слава, Вишней Богу, на земле мир, в людях благоволение. Я так думал, Господи, кто это Ков? Если было бы сказано, слава, Вишней Богу, и на земле мир, ангелах, благоволение. Господь сказал, я не пришел на эту низкую землю страдать за ангелов. Я пришел страдать за невесту, за голубицу свою. Я пришел страдать, заплатить цену, за тех, которые не сего двора. Я пришел назвать своими. Я пришел сказать дальними близким, мир вам, мир вам, мир вашим сердцам, мир вашим домам, мир вашим семействам, мир вашим церквам, мир вашим городам, мир вашим странам. Мир! Если вы хотите мира, примите давателя мира, примите князя мира, примите, упустите его, откройте свое сердце, раскройте, тогда этот мир бы был рухать в ваших сердцах, в ваших семьях, в ваших церквах, этот мир Божий. Аминь! И это слава Божья не будет прекращаться, не будет останавливаться ни днем, ни ночью в твоем сердце, твои уста. Не могут молчать. Никакая скорбь, никакое гонение, никакое притеснение. Нет, не может приостановить славить Бога Всевышнего. Аминь. Почему? Потому что там благая и совершенная воля. Аминь. Там благославить Господа, аллюлергия, ибо Он достоин слави. Слава Вишних Богу на земле мир, в людях благоволение. Когда ангелы отошли от них, на небо пастухи сказали друг другу, пойдем в Вихлеем посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешивши пришли, нашли Марию, Иосифа, младенца, лежащего в яслях. Увидевши, рассказали о том, что было возвещено младенце это. А всеслышавши, удивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария, будьте внимательны, а Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. О, благословенная ты между женами! Почему? Она знала, что пришли не пророки, не Иоанн, на котором она слышала и видела. Не пришел он туда, но пришли пастухи, простые, в оборванных одеждах, пастущеских одеждах, которые имели запах поля, природы. Нет, они уже имели другой запах. Их осенила слава Божья. Они пришли с янем славы Божьей, потому что видели эту славу. Они пришли с этой славой. И Мария увидела это. И поэтому она сумела увидеть и слагала в сердце своем. И сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи. Слава и хвала Бога. Видите? Слава почила на них. И хвала почила на них. И даже возвратились славы за все, что слышали и видели, как им сказано было. Я немножко ниже возьму. После того, как Иисуса Христа Ему имя Иисус, названный ангелом, прежде зачатия Его, в учребе, и когда исполнили из Него очищение, принесли волеобразание. И тогда в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева. И Дух Святой был на нем. Братья и сестры, к чему я веду? О том, написанном с большой буквы, и Дух Святой был на нем. В Иерусалиме был человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израила. Знал он, что Бог обещал утешение, что придет тот праведный судья, придет царь, придет Мессия, придет Спаситель. И этот старец он знал, потому что он об этом сейчас свидетельствует. Ему было предсказывало Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И пришел И пришел он под вдохновением в храм. Смотрите, как все идет тонкая работа Божия. Здесь он является пастухом, простым, незнатным, а здесь он находит Симеона, не из священников, не из первосвященников, не из числа пророков каких-то там, а муж благочестивый, праведный, боящийся Господа. Но что говорит, что он был муж благочестивый и ожидающий утешения, и Дух Святой был на нем. Заметьте, Дух Святой был на нем. Мы сегодня часто слышим и говорить, мы имеем во мне Дух Святой в нас, потому что написано Христосского, выйду в них, селюсь в них, а здесь был на нем, и он был муж благочестивый, боящийся Бога, ожидал утешения, и ему было предсказано Духом Святым. Как? Когда в нем не было его, а на нем. Заметьте это, Бог показывает, что какое преимущество имеем мы, данное по обетованию Божьему, Сына Божьего, когда пойду пошлю вам. Где оно, братья и сестры, где это обетование, тогда, когда эти мужья, когда Христос родился, пришел на землю, этот Симеон, на котором был Дух Святой, он говорил ему, и он пришел по вдохновению, он пришел под предсказанием, было предсказано Духом Святым, он не увидит смерти, и когда он пришел, он по вдохновению туда, то там был как раз Иисус Христос. Скажите, чья это работа? Чья это работа? И сегодня мы говорим, сегодня в церквах, мы духовные, нами Господь, мы крещенные Духом Святым, я не отрицаю, я за, это должно быть, это обетование Божие, ибо он сказал, все пошлю вам, когда пойду пошлю вам, это да и аминь, но я говорю о том, что сегодня церкви 50-ти остановились на этом и стали как духовные карлики, больше ничего нет, говорю на языках, а нет ни роста, ни веры, ни силы, и Дух Святой не говорит, не учит, не ведет, и мы не верим, и мы не можем различить, и мы не можем получить, и мы остановились, мы не можем знать, мы уже не знаем, где Бог, где Бог, вот к чему пришли, но там, на котором был Дух Святой, он поминовался, он поверил, и он ожидал, и потому что Дух Святой сказал ему, не умрешь, пока не увидишь, ты увидишь его, тогда умрешь, ты еще в живих, а сегодня что происходит, Бог говорит, а еще не скоро, а мы уже такое слышали, мы уже такое выделили, и мы говорим, что у нас Дух Святой, как страшно, братья и сестры, что Христос, прежде чем он пришел на землю, он показал, что на тех, на которых был Дух Святой, они были и бодими, и дежими, и управляеми Духом Святым, ами, потому что он на них был, ами, имеем на большее преимущество, то на Симеоне был Дух Святой, ами, имеем его, потому что он сказал, и посажены, и посадил на небесах на небесах одесную. Скажите, о Симеоне так было сказано? Так скажите теперь, что же мы, как же мы теперь, в каком мы сегодня духовном состоянии, когда Симеон сказал, ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, не увидеть, а он сказал нам сегодня, что когда пойду, я пошлю, и сие помазание будет учить вас. Какое? Утешать, наставлять, и мне не будете иметь нужды, чтобы кто учил вас. Это сказал Христос. Скажите, где это помазание, где это учение, где это движение, где это сила, где это власть, где это глубина, познание силы славы Божьей, где она, где это глубина благодати Божьей, где это глубина силы движения Духа Святого, где она, где мы ее почирали сегодня, почему, когда Христос был, то Симеон пришел по вдохновению. Заметьте, он пришел, и что же он сказал? И когда родители принесли младенца Иисус, чтобы свершить над ним законный обряд, он взял его на руки. А кто ты такой? Мы не принесли тут какому-то друг старцу дать в руки. Мы принесли кровину. Мы пришли для того, чтобы сделать образование, совершить образ законный. Нет, он берет. Они не могут не подчиниться. Почему? Тот, который младенец, это Дух Святой, который был на этом старце, и этот младенец одно. Аболуч, поймите меня, о чем я говорю. Там, где Дух Господень, там свобода, там, где Дух Святой, там единство, там мир, там любовь, там, где Дух Святой, там умыление, там кротос, там смирение, там воздержание, там, там благодать, там сила, там радость, там мир, там единство, там. И он, говорит, взял на руки и благословил. Кого? Взял его на руки и благословил. Младенца? Нет. И благословил Бога и сказал. Я так думал, благословил Бога. Да. Он взял на руки этого младенца и он знал, что это Бог. Аболуч. Он знал, что это не просто младенец. Он взял на руки и благословил Бога и сказал. Ныне отпускаешь раба твоего, владыку, по слову твоему с миром. Ибо видели глаза мои спасение твое. Какое? Откуда? Снал. Старец Симеон знал, потому что на нем был Дух Святой, Отец, Сын и Дух Святой. Почему мы, братья и сестры, сегодня, получившие примирение с Богом, прощение, заключившие вечный завет с Богом, и сегодня мы говорим, я особо сегодня обращаюсь к моим братьям и сестрам, я сегодня делаю это ударение говорящих пятидесятескому движению, говорящих на иных языках. Почему сегодня столько никто так не боится, никто такой сегодня пугливий, никто так не гоним и страхом, как пятидесятники. Малейшее убегать в укрытие в Аляске или в другом месте, куда угодно, братья и сестры, наше укрытие в Иисусе Христе. Он спасение, он щит, он прибежище, и он мое избавление, он мое спасение. А почему? А потому, что мы не познали от начала сущего. Мы не вкусили, как благосподь. И он говорит, мы не отпускаем твоего, ибо видели очи мои, глаза мои, видели спасение. Видели. Почему? Потому что тот Дух Святой, который был на нем, он уже сказал ему, и он знал, что в руках его, на руках его Бог спасение. народу избавления, спасения. А теперь будьте внимательны дальше. Который ты приготовил пролицем всех народов. Заметьте, всех. Всех народов. Он говорит за спасение и говорит кому спасение. Который ты приготовил пролицем всех народов. Свет просвещению язычников. Язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и мать его делили сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии матерь его. Вот лежит этот нападение и на восстание многих в Израиле. И предмет пререканий. Видишь, что делает Дух Святой? Это говорит Бог через того, на котором Дух Святой. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Это был такой незавидный, неизвестный ни до, ни после этого имя нет. В этом Симеоне так мало сказано. Но через Симеона Бог так много сказал. Так очень сильно сказал. И очень сильно показал. Почему? Он сказал, что он будет свет к освящению язычников и славу народа твоего Израиля. свет просвещения и слава народа твоего Израиля. И благословил их Симеона и сказал Марии. Вот лежит это нападение. Кому? Те, которые отвергли приняли для них нападение на погибель. Они отреклись. Они не приняли его. Они выгнали его. Для них нападение. И на восстании многих, которые восстали против него. Я не буду говорить об этом, вы знаете, это говорится уже о том, когда было на этой земле, и когда он совершал то, что повелел ему отец. Восстание многих в Израиле и в предмет прореканий. А сколько это было? И тебе самой оружие пройдет душу. наперед сказал Дух Святой, что тебе как мать ты глазами увидишь, что твой сын, которого ты родила, не просто сын, а тот тот, который ты согласилась и не отказалась, когда сказал тебе Господь. Блажен ты, благословен ты между женами, но еще и придет тот день, что этот лежит младенец на падение, на восстание многих в Израиле и в предмет предприреканий. Он, он, откуда ты знал, Симеон, откуда ты об этом знал, кто такой младенец? А он говорил, потому что Господь ему сказал, Господь ему сказал, что он ожидал утешения Израиля. И он знал, что это и есть утешение для Израиля. Но для многих будет не утешение, пререкание, слаба, ненависть, восстание. Бог открывает, Бог показывает, и ты это будешь мать видеть, что этот, родившийся, он не просто твой сын, а он Бог, он мессия, он пастыр, он искупитель, он спаситель, и он, говорит, для многих он будет таким, и говорит, и тебе со мной пройдет оружие, со мной оружие пройдет душу. представьте себе, представьте себе, кому как Марии, которая видела его, как он рос, рос необыкновенным мальчиком, никто, как она первая услышала первый крик, крик немладенца, не того, который лежал в яслях, но первый звук спасителя, она услышала, никто, как она, скормила грудью, питался он грудью этой материнской, кто блажен ты между женами, и сегодня говорит, что тебе пройдет оружие твою душу, представьте, она не раз видела его этим маленьким, держала, она знала, кто он, она знала, о ком сказал, что о нем сказал Бог, она знала, и представьте этот момент, когда она принесла на восьмой день, когда она принесла это после очищения для обрезания, и вот здесь Бог говорит, потому что раслагала все в сердце своем, что говорил Симеон, она знала, то не просто сказали слова, не просто пропустить мимо ушей, нет, она знала, Мария прекрасно понимала, что это не Симеон говорит, но это Бог говорит, Бог предупреждает, она должна быть готова к этому, и ты, дочь, должна быть готова, ибо осада будет большая, дочь, я говорю тебе, большая будет осада, и будут бить полонитом, и пронзить твое сердце это оружие, он пронзит очень сильно, но знай, что ангелы сосвидетельствовать, что великое множество, воинство небесное, ангелов сопровождают, аминь, это пение, это слава, не прекратится петь, аминь, она будет петь тогда, когда эта невеста, когда эта жена, когда эта возлюбленная, были взяты от земли, а они это воинство, также будет петь, аминь, она будет петь, слава, вишни к Богу, она будет петь, это ангелы, будут петь эту славу, будут петь, пройдет душу твою, заметьте как, и эта мать, когда она услышала эти слова, она знала, представьте, это материнское сердце, которое кормит и смотрит, как мать в глаза, этому маленькому ребенку, когда смотришь ему, когда он питается, глазки, смотрит тебе, милые глазки, смотрит тебя, и только дарит тебе счастье, ты смотришь, что он тебе дарит радость, какой бы ты ни был, вы знаете, я расскажу по себе, помню, как своих детей, как бы не было тяжело, придешь, когда только увидишь его ту улыбочку, радость, и одно слово сказать, как только научились говорить, и тебе радость, тебе ты забиваешь за свои переживания, ты уходишь от этого, потому что ты радуешь ему, Мария радовалась так, радовалась, радовалась этому младенцу, она радовалась, она не раз смотрела эти святые глаза, Божьи глаза, но она слышала, что сказал Симеон, пройдет душу твою, дочь, помни это, осада будет большая и сильная, но ангелы, воинство большое, помни это, и говорит, пройдет душу твою, и представьте тот момент, когда она стояла у Голгофского креста, и когда он был распят, представьте ей там стоящей маме, куда вывели пред нее лицом, она видела, какое было истерзанное, изорванное лицо и тело сына его, ах, 33 года тому назад я держала тебя на руках, 33 года тому назад мне Симеон, Бог проговорил через Симеона, что пронзит душу твою, очень сильно, для многих будет новостание, пререкание, будет, вот оно, картина вся на лицо, вот, вот оно, и в тот момент, когда она видела, когда вырежет чего кровавленного, ее сердце было пронзено, еще не все, когда удар молотка, он очень отражался здесь матери, очень, когда поднимался крест, и повыше на этих гвоздях, надо было видеть, как материнское сердце там было тогда. К чему я веду? он родился, он пришел, по слову Господнему, и все исполнилось так, как сказал Господь, и Господь взял удел Симеона, и через Симеона сказал, через Симеона проговорил, и это все тоже исполнилось, все то, что исполнилось. Когда Бог пришел на эту низкую землю, заметьте, одно, то, что Господь никогда ничего не делает, не предупредивший, не сказавший Своим. К чему я веду? Он родился для того, чтобы мы сегодня были здесь в таком уныне, как будто его и не было, не для того, чтобы мы сегодня говорили, он младенец, он не в яслях, он не младенец, он одесную отца своего, он в славе, он в силе, он в достоинстве, он в величии, он в могуществе, и сегодня отжет от своей возлюбленной и говорит, ты в осаде, но не смотри на осаду, ты в окружении, но не смотри на окружение, но посмотри на небо, там ангелы, там слава, там величие, там могущество, Тебя ожидает слава Божия! Тебя ожидает радость Божия! Тебя ожидает величие Божие! Тебя ожидает достоинство Божие! Аллилуйя! Тебя ожидает вечная жизнь! Тебя ожидает вечная радость! Вечное спасение! Я тебя не призвал, чтобы сегодня ты наблюдал за осадой. Я тебя не призвал, чтобы ты сегодня исповедовал осаду и тех, кто в осады, и сколько их там, и кого их там множество. Но посмотри на воинство небесное, аллилуйя. Абва Отче, Он есть Альфа и Омега, начало и конец. Он родился, и Он счет сегодня возлюбленному я, кто, как не ты, должна на земле сегодня сказать. Я слышу, выжу, слава, слава, слава вечных Богу, мир, мир в моем сердце, мир в моем доме, мир в моей церкви, мир и благая, и совершенная воля, аллилуйя. Этот мир не подкупный, этот мир не искусственный, этот мир не поддельный, но этот мир небесный, аминь, благоухающий, соединяющий, наполняющий, сродняющий. Он есть Аминь, Он есть Альфа и Омега. И Он сегодня говорит, возлюбленная моя, прекрасная моя, покажи мне лице свое, я родился. Помни, помни, еще через пророка Михея я сказал, дочь моя, дочь, невеста, возлюбленная моя, помни, ты будешь в осаде, ты будешь в ополчении, ты будешь. Напомни, твой искупитель жив, аминь, аллилуйя. И его были полонитов, но Он воскрес, Он тарцарей, Он, друзья, праведные, и Он сказал, на Него будет уповать множество. И что? И что и Он есть избавление, Он есть спасение наше, аминь. И Он сказал, придите ко мне все, аллилуйя, все, множество народов, и даже, говорит, для язычников, свят просвещение. Да, просвещение язычников, для просвещения, потому что находили в тьме, а находили, поклоняясь идолам, иным богам, а говорит, и славу народа твоего Израиля, и славу народа твоего Израиля. Он, ты, приготовил при лицах своих народов, при лицах всех народов, свет, ты приготовил, и славу народа твоего Израиля. Заметьте, Бог еще там сказал, за это доброждение Сына Божьего, Он сказал, и заметьте, когда это было сказано через, то есть во время рождения, когда принесли Христа через этого мужа Божьего Симеона, Он сказал, что Он тот, который, тот Спаситель, и Он говорит, что Он свет просвещению язычнику и славу народа твоего Израиля, что ты народ Божий, ты народ Израиля, слава Божия, но так сегодня зависеть от тебя, если ты примешь сегодня, то для тебя будет народ Израиля, ты и слава Божия, но для вас он будет восстание, для вас он будет предмет протекания соблазна, но не свет просвещения, не слава, нет, о, я и слава для народа Израиля, но вы не захотели, вы отвернулись со своей славы, вы повернулись ко мне спиною, вы оставили живого Бога, вы избрали из себя других богов и пошли за другими поклонениями, поэтому я сегодня говорю, для вас он будет для вашего падения, для вашего притыкания, предмет притыкания и для восстания в Израиле, но не славой, не славой, почему? Потому что вы не увидели во мне Мессию, вы не увидели во мне Спасителя, вы не увидели во мне Бога, аминь, вы не увидели, и он говорит, Мария, помни это, это я, это тот тебя на руках, который есть свет Израилю, аминь, это тот Бог, который сегодня есть свет просвещения, он тебя, дорогой брат и сестра, мы приняли его, у нас ли есть тот свет, у нас ли это свет, он говорит, свет просвещения язычников, свет просвещения, просветивания мы, и славу народа твоего, Израиля. О, это слава народа Божьего Израиля, это было слава, она и осталась этим, но только те, которые приняли ее, братья и сестры, это не те, которые носят сегодня телесные, или, как говорят, сокровные только названия или родства, что мы, дети Авраама, что мы находимся по национальности евреи, нет, а говорится о том, что слава Израиля, народа Божьего, которые приняли его и приняли славу его, приняли его как мессию и приняли славу его, и эта слава сегодня отображается, эта слава сегодня отображается, это благословение сегодня передается, и эта слава Божия сегодня возвещается, и они сегодня вместе, и сегодня и евреи, и узбеки, и таджики, Киргизы и Калмыки сегодня говорят Слава Вишни Богу А на земле мир Человека благоволения Почему? Потому что они приняли эту славу Славу Израиля Славу народа Божьего Они приняли эту славу Божию Они приняли ее Аллилуйя Он достоин славы Он родился Он спас И он говорит сегодня тебе и мне Посмотри сегодня Не на осаду Не на то ополчение, которое окружает тебя Но посмотри на воинство Божий Аминь Матери силы против тебя Тебе газа уже нет силы Нет выхода Ты не можешь справиться Англый сын мой, дочь моя Посмотри откуда бывает помощь Помощь от Господа Бога Самого Я жду сегодня Я жду, что моя позумина скажет Слава Вишни Богу Я жду этой славы Ибо он достоин славы Он родился для того, чтобы именно эта слава продолжалась Эта слава лилась Эта слава передавалась Эта слава продолжалась Не искусственная Не устная Но из глумины И стрема потекут реки воды живой Слави прославления Божьего Ибо он достоин славы Он достоин славы Божьей Он достоин полы Он родился для того, чтобы спасти Даст жизнь Даст спасение Даст обновление Даст мир Даст счастье Даст новую жизнь Он родился Если у нас только сегодня младенец Мы несчастные люди Если у нас сегодня только младенец И только сегодня Братья и сестры Мы несчастные люди Мы не можем Сегодня говорить О Господи Будь меня сегодня младенцем Я не хочу Я не хочу так Потому что он не младенец Он мессия Он спаситель Я хочу, что он в моем сердце В церкви был Не как младенец Но как Господь Господствующий Царь царей Вездесущий Всемогущий Князь мира Отец вечности Владышество на ременах его Вот кто он Сегодня на этом месте Он Он есть живой Он альфа Он омега Он спасение Он утешение Он сила Он Дух Святой Он мир Он радость Он есть мое благословение И сегодня он хочет сказать тебе и мне Где ты, возлюбленная моя Где ты, прекрасная моя Симеон, на котором был Дух Святой На котором был Дух Святой Он знал голос Божий И он действовал и шел По влечению Духа Божьего Духа Святого А мы сегодня говорим Мы дети Христа Мы дети Христа Мы невеста Христа Но мы не знаем голоса Его Мы не идем по влечению голоса Его Любви Его Он говорит Покажи мне лице свое Я хочу слышать голос твой А он говорит Что? Неверие Отчаяние Ропот Расстройство Господи, ты мне то не дал Там не помог А там провал А там неудача А там безвыходность А он говорит Сын мой Дочь моя Не смотри на осаду Аминь 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 Я не призвал смотреть на осаду Я призвал Посмотри на небо Откуда приходит помощь твоя От Господа Бога Аминь Не уповай на свое достоинство Не уповай на свои заслуги Не уповай на свою святость Не уповай на свое То, что ты имеешь Но уповай на Господа Бога Аминь А он здесь живой Склонен к колени Он достоин славы Аминь Аллилуйя Аллилуйя Бог Мы сердечно благодарим тебе Славим твои чудные милости и блага За твою великую безмерную любовь До сего места помог нам ты Аллилуйя Слава тебе Господи Я благодарен тебе, что ты пришел на эту землю Ты родился для того, чтобы Сегодня стать моим спасителем Моим отцом И имея сегодня отца Утешителя, наставника И имея пастыря, учителя, спасителя Слава тебе Достоин Достоин И слава И хочется вместе с этими ангелами Сегодня восклицать Слава тебе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!